Расскажи, как ходил там? Куда? Пошел там как этот... Что-то сильно свет вот сюда. Санька поближе вот сюда. Министерство по образованию и научно. Сейчас такое. Сейчас не комитет, а министерство. И министр теперь по Алтайскому краю. Но я пришел в 9 часов, а не зашел там. Он на совещании. Там я подождал в приемной. Потом эта секретарь говорит, вам лучше заместитель. Который его заместитель, который занимается этим вопросом. Так ты пошел по-граждански одетый? Нет, я был в этом... В священническом? Да. Дальше. Ну и она вышла. Ирина Анатольевна Калашникова фамилия. Тихоновна больше была. Ну все, поговорили. Я ей дал наше прошение. Копия сняла она о том, что как потеряевку, что восстановить этот документ. Ну и еще там одна бумага была. Ну что, поговорили так. Оказывается, она стала разбираться. Мы-то думали, что филиал Корченского. Но у нас же нет филиала Корченского. Нигде нет у нас. Понимаешь? То есть вы как эти вот электрические столбы наши, они числятся? Нигде нет. Так это лучше может быть? Ну да. Лучше. Ну как это так? Это что такое? Сколько лет? А как у нас учителя? У нас учитель высшей категории, первой категории учителя. Каждый они проводят аттестацию, говорю. Так вот, в этом году девятый класс закончили. У нас все красные освидетельства получили. То есть экзамен-то не у нас, говорю, а в районе сдавали. Поэтому. Ну и все. У нас кто там? Мы отметили, кто закончили, кто выше получили образование. У нас есть и врачи, и инженеры-строители, и другие специальности, которые у нас учились. Стюардесса есть у нас, говорим. И врач. И врач. Вот. Другие. Ну и вот поговорили. Ну что надо. Ну взяли, я зарегистрировал заявление. Потом выходили, я спросил у них. Ну там визитки раздал. У начальника так и не было. Не было. Ну а что я к нему? Он тоже. Все равно заявление-то попадет. Там они будут разбирать. Ну я вышел, я говорю. И у нас вот бывает так, что у нас, говорю, закрыли, отменили остановку поезда. То я говорю сразу, мы сразу в отделение дороги. Там есть приемная Медведева на Ленинском проспекте. Да, мы туда. И у нас остановку. Я говорю, я хотел туда идти. Стоит мне туда сейчас пойти-то еще? Угу. Да не, не надо. Все равно не надо. Мы сейчас это вот. Ну ладно, я говорю. Я тогда не пойду уже никуда больше. Тогда будем сообщать во Франции, чтобы пораньше приезжал учитель-то. Ну вот. А как они уроки ведут? Я говорю, нормально ведут уроки-то. Уроки ведут там учитель. Они распределяют между собой. Начальная школа там. Вот она преподает, допустим, она математику и английский язык Елена Анатольевна преподает. Он там физику. Виктор Николаев, физику, химию там, биологию. Физкультуру. Физкультуру, да. Все нормально у нас. Она религиозная. Я говорю, а это к этому не касается. Я говорю, это школа само собой. А религиозная, это дома. А родители и воскресенье у нас, говорю, богослужение, когда в храме и все. А это в школе это не имеет отношения никакого. Угу. Это само обучение в школе этого не проходит у нас. Ну вот так. Ну ладно, хорошо. Сейчас едем, Лена. Она уже в район позвонила районной. Уже оттуда в район. Сейчас эти будут. Завтра будет комиссия в Корсе. Он будет к нам приедет. Заранее сообщи, что все заснять. Вот. Она приедет или не приедет, или не приедет. Сейчас Роспотребнадзор обязательно будет. Она говорит, ваша школа, она Роспотребнадзор не примет. А в школе должно быть, у нас не на той стороне окна. Окна должны быть с другой стороны. Явно, что это невыполнимо. Возле этих берез не должно быть. Там клещ может появиться. Свету мало в школе. Свету. Печное отопление печки не должно быть в храме. В школе. Туалет на улице не может быть? Нет. Только теплый там где-то. Должны быть там какие-то кнопки сигнализации. Там пожарная, охранная там. Ну то есть написано все, чтобы только уничтожить. Всегда, говорю, в деревне. Мы учились. Я еще помню, мы с керосиновой лампой были. И все выучились. Все выучились. Ага. А она когда там уже, которая регистрировала заявление. А вы это, у вас вера-то какая-то православная вера у нас. Ну вот что Барнауль сказал. Да, конечно, мы относимся. У нас митрополит у нас всегда в гостях бывает. Вот сейчас вот на престольный праздник будет. Я говорю. Всегда. А, ну хорошо. Тоже я. Какое-то. Ревнуют? Чтобы сектанты не поселились. Ну и все. Я уже поехал. Меня Галя Загуляева возила. С Галей моей она приехала. Она меня проводила до автовокзала и все. Кто-то звонит. Павел Николаевич. О, Павел Николаевич. Я в дороге был, с города ехал. Наверное там дремал, еще не слышал. Ты звонил вперед. Говори. Да. Все. 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 Я не могу. Все. Все. Все.